Галочка, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою Кикифору, ну и уговорил меня лететь в Гагре. Эта крылатая фраза из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» показывает отношение к Гагре в Советском Союзе как к месту высшего шика. Только богема в образе режиссера Якина имеет возможность возить сюда своих любовниц. Абхазия вообще любимый регион для кинематографистов. Мягкий субтропический климат, в котором можно снимать и работаешь, и одновременно отдыхаешь. Посетить Абхазию и не посмотреть места, в которых снимались любимые фильмы, было бы просто неразумно. Что из всего этого получилось в 23-м году? Смотрите сегодня. Добраться из России в Абхазию сейчас можно, прилетев в аэропорт Сочи-Адлер. Оттуда совсем немного проехать до границы, потом перейти к КПП на границе. При этом лучше использовать российский паспорт, а не загран. Здесь, как повезет, прохождение границы РФ может занять больше часа времени. И вот вы в получасе езды от Гагры. Если путешествуете не по туристическому ваучеру, а дикарем, цены на жилье в этом году примерно 2500-3000 рублей в сутки. А главное это, чтобы повезло с погодой. Нам поначалу очень повезло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Современная Гагра начала формироваться после присоединения Абхазии к России. Основал город принц Александр Петрович Альденбургский, муж внучки императора Николая I. В 1830 году на этой болотистой местности, по велению царя, было принято решение построить курорт. На обустройство принцу было отпущено более 3 миллионов рублей золотом. Гагру планировалось превратить в лечебный курорт, который должен был стать русским лазурным берегом. В начале 20 века в Гагру съезжалась русская буржуазия и деятели культуры. Здесь считалось очень престижно иметь дом. В советское время Абхазия стала здравницей всего СССР. Члены политбюро любили погреть здесь бока и покушать невероятно сладких фруктов. Одних дач Сталина здесь 4. На них по сей день на каждом шагу предлагают экскурсии. Не менее интересно просто побродить по заброшенным зданиям. Фактура здесь потрясающая. А на горе находится замок принца Альденбургского. Главный вход в замок закрыт, но для экстремалов всегда есть возможность подняться прямо по горе и побывать в башенке замка. Впрочем, то, куда мы залезли, оказалось не башней замка. Тропа привела нас выше здания. Сверху стало очевидно, что территория замка сейчас используется или планирует использоваться как отель. Обойдя замок, попадаешь в самый настоящий заброшенный город в джунглях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Пройдя еще немного, оказываешься в культовом киноместе. Вот и знаменитый ресторан Гагрибш, в котором снимался культовый советский фильм «Зимний вечер в Гаграх». Кроме того, здесь обедал принц Флоризель. Я дал слово посещать этот дом, а своих слов я не нарушаю. Здание этого ресторана принц Альденбургский приобрел на всемирной выставке в Париже. Дом построили в Норвегии, привезли по морю и собрали в Гагри к открытию курортов в самом начале 20 века, без единого глоздя, по технологии альпийских шалеп. Гагрибш любили посещать император Николай II, Сталин, писатели Чехов, Бунин, Маяковский, Горький, певец Федор Шаляпин. Вечерняя Гагра – это до сих пор очарование 90-х. Такое ощущение, что время здесь остановилось и просто не текло 30 лет. Кое-где ремонта требует даже набережная. Вот идешь-идешь вдоль берега, идешь вдоль берега по тропинке и тут памс. Местные жители к приезжим относятся хорошо, а вот между ними самими порой возникают вопросики. Надеюсь, в итоге ноги у всех остались целы, а одной из моих целей в Гагри было побывать на Гекском водопаде. Это тот самый водопад, который исполнил роль Рейхенбахского в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». На нем в смертельную битву вступили Холмс и злобный профессор Мариарти. Дорога на Гекский водопад идет в горы. Мы выехали по направлению к озеру Ритца. В начале дождь был небольшой, но он усиливался, и в горах, как выяснилось, это может быть очень опасно. Дорога на Гекский водопад идет в горах, и 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 в горах. На озере Ритца мы приехали уже в страшный ливень. Гулять возле озера не представлялось возможным, и мы сели в уютном абхазском ресторанчике. Оказалось, местные блюда готовятся на открытом огне, и это особенность кухни абхазов. Вкусно пообедав, мы двинулись обратно. К тому моменту дождь лил стеной. Посещение Гекского водопада в целях безопасности решено было перенести. И тут перед нами сошел селевой поток. Короче, ехали мы, ехали, и тут сошел с горы селевой поток. Вот как это выглядит, друзья. Выглядит это печально достаточно. Огромное количество грязи. Вот такая штука, и совершенно невозможно проехать. Довольно устрашающе. Кроме того, непонятно, какие это масштабы может принять вообще. Катится. Грязи, камни, детские палки. Такая история. Просто, просто-напросто засыпает дороги. Нагрихо засыпает дороги. И уже пробочка образуется. Этот день был полон адреналиновых событий, пересказывать которые не имеет смысла. Горы показали характер. Река Бзыб вышла из берегов, а местные жители за всю жизнь не припоминали такого паводка. Река Бзыб вышла из берегов. Река Бзыб вышла из берегов. были впечатляющими. Здания оказались подтоплены и обесточены. Кстати, местные очень помогали. Подвозили на машинах тех, кому требовалась помощь и не брали за это деньги. Ну а Гекский водопад так и остался загадкой, как бы приглашая посетить Абхазию еще раз. Абхазия 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 Абхазия